Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы поговорим с вами о празднике апостола Андрея Первозванного. Это наш с вами Небесный Покровитель, потому что именно апостол Андрей стоял у истоков Церкви Русской, христианской веры в пределах Руси. И вот о самом апостоле Андрея мы узнаем из Евангелия. Сведения, конечно, не так многочисленны, потому что Евангелие прежде всего повествует о самом Христе и о совершенном им спасении. Но кое-что мы знаем и о учениках Спасителя. И вот вместе со своим родным братом апостолом Петром Андрей происходил из города Вифсаиды Галилейской. Этот город располагается на севере у озера Генесарецкого, или иначе Галилейского моря. Как и брат Петр, Андрей был рыбаком. Именно таким занятием он добывал себе пропитание. Известно, это уже из предания, что в отличие от своего брата Петра, апостол Андрей не вступал в брак. Вот из Евангелия мы знаем, что Петр был женат, упоминается теща Петра. Раз была теща, то значит была и жена. А вот апостол Андрей в брак не вступал, потому что он всецело желал посвятить себя Богу. И его искренние стремления послужить Господу выразились в том, что он становится учеником святого Иоанна Крестителя. И в Евангелии упоминается, что не только он, но и брат его Петр, а также Иоанн Богослов и брат его Иаков, вот они четверо были учениками святого Иоанна Предтечи, который проповедовал строгий образ жизни, покаяние во грехах и предвещал грядущего Христа. И вот в Евангелии от Иоанна сохранились такие строки, которые объясняют, почему апостол Андрей назван первозванным. Зачитаем. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привели его к Иисусу». И вот какое удивительное дело, именно апостол Андрей первый исповедует Иисуса Христом, исповедует его Мессией. Не Петр, Петр исповедовал, но чуть погодя. Не кто-либо из других апостолов. Именно Андрей говорит, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И мы видим, что он первый находит брата своего Симона. То есть, несмотря на то, что Петр почитался одним из первоверховных апостолов, наравне с Павлом, первоверховным апостолом, но ранее его обращается его брат Андрей, как и другой ученик. Вот имя другого ученика не упоминается. Но, вероятно, этим учеником был сам апостол Иоанн Богослов, который написал это Евангелие, потому что в своем Евангелии апостол Иоанн Богослов, когда говорит о себе, то имени своего не называет. Он говорит, «И еще один ученик». И в данном случае та же самая ситуация. Вероятно, вместе с апостолом Андреем первым также был призван апостол Иоанн Богослов. Другие Евангелия дополняют нам это повествование, обращение. Андрей Первозванный вместе с Петром, как Иоанн Богослов и Яков, приблизившись ко Спасителю, еще не сразу последовали за ним. И вот однажды во время рыбной ловли к ним подошел сам Спаситель и сказал, «Следуйте за Мною». И они оставили все свои сети, всю свою рыбную ловлю и последовали за Господом. А еще Господь им предвозвестил, «Отныне будете ловцами человеков». То есть, как вы ловили рыбу, рыба рассматривалась просто как необходимая для их жизни, для пропитания, так теперь они посвятят себя новому служению, и в сети евангельской проповеди они будут уловлять народы. Благодаря проповеди апостолов к вере Христовой обратились многие и многие народы земли. И вот далее апостол Андрей следует за Спасителем повсюду, где Господь проповедует. Он становится свидетелем многочисленных чудес Господа, в том числе воскрешение мертвых, исцеление прокаженных, изгнание бесов, различных чудотворных сил. Апостол Андрей получает, как и другие ученики Христа, благодатную силу врачевать недуги, изгонять бесов, потому что Спаситель посылал апостолов своих подвое. И, может быть, он ходил вместе с братом своим Петром, но имел тот же самый дар. И мы знаем еще лишь несколько таких вот особенностей, которые отличали его от других учеников. В частности, именно апостол Андрей, когда рядом с Господом собралось пять тысяч человек, и нечем было кормить, и Спаситель спрашивал, как бы насытить такое количество людей, и говорил, вы дайте им есть. Вот именно апостол Андрей подошел ко Христу и сказал, что здесь вместе с нами есть один мальчик, у которого пять ячменных хлебов и две рыбки. И вот это и стало началом чуда насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. Кроме того, мы знаем, что апостол Андрей вместе с тремя избранными учениками, Петром, Иоанном и Иаковым, услышал повествование Господа о последних временах. Это уже после входа Господня в Иерусалим, когда Спаситель находился на Илеонской горе, и с ним было в этот момент четыре ученика – Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. И они спрашивали о признаках грядущего второго пришествия Спасителя. И он предсказывал о том, что придет много лжеучителей, лжехристов, лжепророков, и будет много войн, различных нестроений. Но в конце концов, после уже Царства Антихриста, явится Сам Спаситель с небес, и пред Ним предстанут на суд все народы. И вот эти предвозвещения апостол Андрей слышал вместе с тремя другими избранными учениками. И, наверное, последняя вот такая особенность из Евангелий мы читаем опять-таки у Иоанна Богослова, что эллины желали увидеть Христа. Это тоже последние дни земной жизни Спасителя. И вот когда ученики узнали, что эллины желают видеть Господа, то апостол Андрей, а также еще второй ученик, апостол Филипп, именно они вдвоем подходят к Господу и говорят, что тебя желают видеть эллины. А после этого Спаситель произносит «Ныне прославился Сын Человеческий». Кстати, греческие толкователи видят в этом некое предвозвещение того, что греческий народ был призван самим Христом к особому благовестию, к тому, чтобы и среди эллинов был прославен Сын Человеческий. Апостол Андрей во время самых тяжелых евангельских событий также испугался, как и другие ученики, но не произносил отречений, как брат его Петр, который впоследствии каялся. И апостол Андрей, как и другие ученики, удостоился явления воскресшего Господа. Он был свидетелем Вознесения Спасителя, а затем сподобился стать участником Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, когда и на нем, на святом апостоле Андрею, почила благодать Святого Духа в виде огненного языка. И он тоже сподобился особого благодатного дара проповедовать на иных языках и совершать многочисленные чудеса. И вот, когда апостолы пошли с проповедью, то, к сожалению, уже практически нет письменных источников от того времени, от Первого века, которые могли бы подробно рассказать нам о проповеди апостольской. Но есть небольшие исторические сведения. В частности, сохранил их Ориген, а затем первый христианский историк Евсевий Кисарийский, это уже Третий-Четвертый века, где говорится, что апостол Андрей проповедовал в Скифии. Скифия в то время, Первый-Второй века по Рождестве Христовом, располагалась на южно-русских территориях, территории также Южной Украины и северная часть полуострова Крым. На самом деле, город Симферополь фактически располагается на месте столицы древней Скифии, Неаполь-Скифский, так назывался этот город. И в наши дни там ведутся раскопки, которые приоткрывают нам и дают возможность познакомиться с культурой Скифов. И вот Скифы располагались на вот этих южно-русских территориях. И, конечно, было много разных гипотез, научных рассуждений, Но в целом, именно вот эти места, там уже присутствовали греческие полицы, города, где употреблялись греческие монеты. Там были проложены хорошие дороги. И апостолы, они всегда шли там, где много людей, где дороги позволяют быстро преодолевать большие расстояния, чтобы достигать селений людей и проповедовать с максимальной пользой. И вот подобные сведения, они как раз и легли в основу древнерусских повествований о том, что апостол Андрей поднялся на Киевские горы и, духовно прозревая, предсказал и своим ученикам он возвестил, что имать благодать Божия воссиясть на месте семь. Имать град великий быть построен на этой горе. И церкви многие воздвигнут имуть. То есть будут воздвигнуты здесь многочисленные храмы и город, который тоже станет православным. Вот таковы краткие сведения о посещении южнорусских территорий апостолом Андреем. Но мы также знаем, что он проповедовал на многих греческих территориях. И именно он просветил город Византии. Именно апостол Андрей первозванный в городе Византии поставил первого епископа по имени Стахий. А город Византии через каких-то четыре века разрастается в город Константинополь, построенный Константином Великим, и становится столицей Византии, огромной империи. Таким образом, мы знаем, что апостол Андрей — это ученик Христов, который воедино связывает два народа — греков и русских, византийскую и русскую культуру. Он проповедовал Византии, будущей столицы Византийской империи, и он же проповедовал на южнорусских территориях. И мы знаем, что, когда Константинополь был захвачен турками, то именно Россия вышла вперед, став третьим Римом, преемницей Византии. Исповедницей, хранительницей древнего православия. Поэтому апостол Андрей для нас особенно дорог тем, что он соединяет нас с самыми первыми христианскими истоками, и соединяет нас с другими народами. Сохранились предания, что он же проповедовал и в Грузии, и в Абхазии, и таким образом, и элладская, и грузинская, и русская церковь имеют одно апостольское происхождение. Поэтому апостол Андрей подчеркивает наше единство и напоминает нам о необходимости духовного единения. император Петр Первый, почитая апостола Андрея, установил орден в честь Андрея Первозванного, и этим орденом награждали лиц за особые заслуги перед государством. Конечно, с революции этот орден был упразднен, но его возродили в 90-х годах XX века, и ныне он вновь занимает достойное место среди высших наград нашего государства. Также мы знаем, что Петр Первый учредил особый флаг морского флота, на котором изображался Андреевский крест. А с чем это связано? Этот крест он напоминает нам букву Х. И связано это с тем, что апостол Андрей принял мученическую смерть, а пострадал он уже в городе Патры в Греции. Он был распят на Х-образном кресте. И вот этот крест стал символом апостола Андрея, так как он много путешествовал, то в каком-то смысле апостол Андрей считается покровителем путешественников, особенно морских путешественников. И его крест располагается на флаге морского флота. Вот помолимся апостолу Андрею Первозванному, чтобы он хранил нашу державу, чтобы наше государство по-прежнему следовало заповедям Христовых, а апостолы проповедовали именно Христовые заповеди, и чтобы ученик Господа апостол Андрей Первозванный помогал преодолевать те разделения, которые случаются в наши дни, и помогал нам хранить единство во Христе, и благодаря этому единству обрести нам общее спасение в Царстве Божием, где радуются праведники, и где каждый подлинный христианин может обрести свое утешение. Аминь. Аминь.